всем доброе утро я пришла с садика зашла в магазин попутить что у меня все волосы после шапки как не знаю что зашла в целом по пути в магазин взяла в детском укропеченьки крабовые палочки взяла не было огурцов хотела еще огурец ее взять но попозже схожу возьму сегодня хочу салат сделать крабовый и увязала там улыбка была вот такая вот свиная и ножки взяла хочу вместе сварить и сделать холодец что оно вышло мне на 200 рублей это все но вот это вот можно по идее оставить хорошее мяско буду варить все это на холодец дальше что хотела показать достанная рыба которую я целиком пила хочу сегодня разморозить у разделать на кусочки чтобы она у меня нормально лежала и пожарить половину потому что 6 килограмм куда но она по идее не крупная силен о этом мента его такой не крупного мелкие тут а тут его много размораживается сегодня сделаем рыбку жареную посмотрим сколько выйдет и приберем еще детки у меня любят рыбу жареную в целом в этом месяце с линолеумом у меня ничего не получается меня спрашивали стоимость линолеума которую я там смотрела соликанский березняках соликанский смотрели мы много магазинов объездили с линолеумом но понимаете на маленькую комнату два с половиной на 3.30 выходит почти 4 тысячи три с половиной тысячи грубо говоря это дорого я думаю видите так же вот как тогда я и горки взяла такого же размера за тысячу рублей я думала я найду опять такой же и куплю подешевле и в разные комнаты смогу купить тогда получилось да но раз такой дорогой я не стала брать потому что по деньгам нынче у меня никак получила я нынче зарплату намного меньше чем в предыдущем месяце поэтому решила так что лучше оплачу налоги буду спокойно не на налоговые письма в этом месяце края платить потому что до 1 декабря надо чтобы все налоги были оплачены поэтому я решила в этом месяце никакого линолеума брать не буду так что вот как то так ладно всем желаю хорошего дня хорошего настроения оставайтесь со мной так дорогие друзья я тут прибиралась немножко занесла вышивку хочу вот эту вышивку начать этика большая на стол даже не помещает сейчас покажу картинку вот такая вот уже приготовила все для начала прибралась немножко другие вышивки тоже занесла тут пупсик валяется маша в школу собирается дамаж одевайся одевайся многие просили показать вот пожалуйста там куклы лежит который помните я покупала вот она лежит а ты чё футболку чё не блузку а у тебя физкультура все понятно он у нас это коллекция наших миньонов у нас же все маша в коллекции не ног большие то все же ну вот все большие тут маша мультики смотрит на многие спрашивают ком станке я вышиваю вот такой вот у меня станок очень кстати удобно очень хороший станочек мне очень нравится он удобный ладно цветок мой стоит вот здесь вот красота моя всем желаю хорошего дня и хорошего настроения дорогие друзья хотела похвастаться тем что у меня сегодня приготовлено сейчас поварешку возьму и покажу вам сегодня у нас приготовленный рыбный суп из рыбной консервы очень вкусный сытный домашний супик всем кто кушает всем приятного аппетита ну а мы садимся кушать всем добрый вечер я приехала в город мне надо в аптеку забрать заказ с лекарством сходили в садик с Егорушкой Егорки ребятишек отдела и он убежал домой но я пришла в город сейчас лекарства заберу и поеду домой буду печку допить рыбу жарить холодец сварить так что если вам интересно оставайтесь с нами всем еще раз здравствуйте много раз буду сегодня здороваться съездила в целом я в аптеку забрала лекарства сегодня честно говорю ничего ребята не снимала потому что у меня до обеда было небольшое высокое но давление было не сильно высокое после обеда видать немного понервничала у меня скакануло очень сильно давление я просто лежка лежала поэтому сразу говорю я сегодня ничего не снимала ну так немножко в целом съездила в аптеку забрала лекарства по пути зашла Магдин купила бумажные салфетки потому что у нас они закончились и купила себе краску буду осветлять волосы надоел этот цвет в аптеке в целом забрала заказ и еще купила вот такие вот витаминки витамин d 90 таблеток чтобы самой попить и детям пропоить дальше сейчас покажу весь заказ что у меня пришел с аптеки пришел шиповник вот такой вот брусника с витамином c детский сироп это я брала именно для деток дальше заказывала амбраксол детский у меня дома он закончился тоже взяла и еще один амбраксол чтобы запас у меня был лекарств так как у меня все лекарства позаканчивались поэтому я заказывала дальше я заказывала аскорбиновая кислота баночка кальция глюканат заказала пропить надо дальше по заказам пойдем здесь у меня в пакетике парацетамол я достану вам покажу чтобы уже видно было парацетамол так это перечень вместе с ценами тут аскорбинок очень много будет ребята аскорбинок аскорбинок будет просто очень много вот цены все и очень много аскорбинок я деткам заказала сейчас покажу какие аскорбинки покажу а помимо этого еще заказала две бутылочки сиропа с солодки сироп солодки всегда нужен и сейчас будем передирать аскорбинку аскорбинка детская аскорбинка аскорбинокислота с сахаром и витамином c аскорбинки я всегда деткам заказываю еще одна такая же аскорбинка опять детская потом аскорбинка вот такая вот с яблочком уже идет опять детская я сейчас подостаю все из пакетика и покажу тут короче детских еще с витамина с апельсином с витамином c еще детские три штуки и с ананасом а то детские кстати они все одинаковые ну вот такие вот короче говоря вот такая кипа аскорбинок это у нас всегда мы так заказываем так пакетики разобрались дальше показываю покупки остальные что купила хлеб взяла потом купила батон взяла три пакетика печенья к деткам чтобы утром чай пить когда чё потом купила бутылку молока вот такую вот она за сто двадцать девять рублей тут литр четыреста и вот такие вот еще два пакета молока по пятьдесят два рубля каждый многие удивляются почему я цену говорю ну потому что многие просят показывать цену поэтому я и говорю вот такие вот ребята у меня были покупки также я вам сегодня покажу а нет уже наверное не покажу уже наверное начну новый влог снимать не знаю посмотрим но сам чувствую пока так себе поэтому все нормально будет рыба у меня разморозилась слава богу так что сейчас я переоденусь умоюсь попью чай по мере давления и буду заниматься рыбой и на холодец буду ставить варить поэтому а да сейчас я вам покажу еще кое-что муж у меня повесил вот сюда вот полку специально для сковородок чтоб ставить можно было видите тут вот этот куриная ведерко поэтому не обращайте внимание тут вот так вот там подклеил он обои видите вот там вот там и вот там так как я сегодня себя плохо чувствовал он сам все это делал полочку сделал покрыл ее лаком сам делал полку и вот так вот теперь у меня тут будет тут вешалка для полотенец сделали вот такую пока спасибо пишите увидимся в новом влоге дорогие друзья сегодня давай детям вот такую тетрадку это мне когда-то подписчица моя присылала и дети сейчас что делаете вы клеите да первую картинку они уже поклеили вот здесь вот ребята сейчас я покажу получше много много наклеек многоразовых наклеек разных всяких так ну-ка оторви вот такие вот наклеечки всякие всякие разные многоразовые наклеечки и из них надо уже клеить эти всякие разные красивые наклейки а вот здесь вот это надо клеить это книжечка в школе да тут вот в классе вот например что-то надо наклеить на переменке тут урок рисования вот они клеили видите что девочки уже тут наклеили много они многоразовые вот смотрите возьму отклею и все видите обратно можно приклеить и так же они многоразовые наклеечки просто надо аккуратно им пользоваться потом дальше будем смотреть что здесь в буфете можно наклеить на праздники и вот дальше наклейки тут еще есть видите всякие вот такие вот наклеечки да деткам понравилось это не клеят спасибо большое за такое у нас такое что я пока еще ни разу не видела в магазине может и есть но вот что я внимание никогда не обращала на такое вот а им нравится это заниматься вот такими вот там много одинаковых наклеек много одинаковых наклеек поэтому они клеят если где-то увидите то покупайте своим деткам мне вот очень например понравилось в детстве это и в в и в и и и и и Продолжение следует...